На работу, как на праздник. В преддверии 8 марта представительницы прекрасной половины получили поздравления от президента Юракадемии, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Для них подготовили индивидуальные подарки, цветы и выступления талантливых студентов Центра культуры, а также известных танцевальных коллективов города. Побывали на праздники весны и наши корреспонденты. С момента создания Одесской юридической академии 22 года назад была заложена добрая традиция. Ранней весной поздравлять женщин с Международным женским днем с 8 марта. Почти 7 тысяч столько женщин учатся и работают в Одесской юракадемии. Специально для них в преддверии праздника подготовили подарки, цветы, открытки и выступления талантливой молодежи университета. Праздник для всех девушек и женщин начинается еще при входе в университет, где они получали поздравительные открытки. Очень спасибо Сергею Васильевичу, очень спасибо всем человекам нашей академии, профессорскому и образовательному, человеческому образованию, который не забывает о том, что мы не просто выкладчики, а что мы женщины и что каждому году нам нужен этот свят. В женском коллективе работается отлично. Факт того, что больше женщин, чем мужчин. Женщины обычно более ответственные, более работоспособные, более мягкие в некоторых вопросах, а в некоторых наоборот. Но к работе относятся всегда с ответственностью и с большим трудолюбием. Настоящее доброе утро на работе начинается не с кофе, а начинается с приятных подарков в преддверии такого прекрасного женского праздника, как 8 марта. Очень важно, что в Национальном университете Отгельской юридической академии себя чувствую как в семье, как второй мой дом. Я очень чувствую поддержку своего коллектива. В организации праздника участвовали и преподаватели, и студенты юракадемии. Мужчины долгое время готовились, репетировали песни, чтобы удивить и запечатлеть концерт, приуроченный 8 марта. Представительницы прекрасной половины радуются тому, что Международный женский день в Украине удалось сохранить. В то время, когда были попытки отменить 8 марта, Сергей Кивалов и Украинская морская партия инициировали множество акций в поддержку Международного женского дня, среди которых мы защитим ваш праздник. Тогда акцию поддержали многие ветеранские молодежные организации не только Одесского, но и других регионов. Были направлены депутатские запросы и обращения. Целью акции также было сохранение статуса государственных праздников 1 и 9 мая. И данные условия оказались результативными. Вышеуказанные праздники продолжают отмечаться на государственном уровне. Несколько лет назад, когда возникли некоторые попытки отменить данный праздник, Сергей Васильевич Кивалов встал на защиту сохранения добрых традиций, которые были заложены много лет назад. И я думаю, что это большое мужество. Хотели наслышать этого праздника, но не удалось. Сергей Васильевич отстоял наш красивый праздник, наш женский день. И на сегодняшний день только женщиной можно себя вот так вот почувствовать, когда ты приходишь в стену академии. Тут тебе вручают букеты цветов на каждом с любовью. В предпраздничный день женщин-сотрудницы университета на рабочем месте ожидали открытки и подарки. А также по случаю Международного женского дня первичная профсоюзная организация премировала всех женщин. И это также является хорошей традицией в Одесской юридической академии. Всем женщинам, всем студентам, девушкам, всем сотрудникам были разданы прекрасные подарки, цветы. Также премия, это все замечательно, нас всегда поддерживают, нам всегда говорят спасибо за нашу работу, это очень приятно. В Национальном университете Одесская юридическая академия справді великое свято для нас, женок. Оскільки за инициативой президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалева студенти организовали для всех співробітниц, студенток, викладачів, професорів Такое свято, яке справді не забывається ніколи. И так мы святкуємо кожного року. Настолько душевный праздник, настолько все круто, организовано. Эти лучшие мужчины, лучшие поздравления. Женщинам, я думаю, всему залу присутствующему там было очень приятно находиться, так душевно, радушно и по-домашнему. Вот я сегодня получила такой прекрасный плед, очень нужная вещь для любой женщины, которая будет меня согревать холодными зимними и осенними вечерами и будет напоминать мне о нашем университете и о том тепле и любви, который дарит мужской коллектив. Женщины с нетерпением ждут 8 марта. Именно в этот день из уст близких звучат самые искренние комплименты. Руководство и коллектив Одесской юракадемии делает все возможное, чтобы женщины испытывали эти эмоции не только дома, но и на работе. А та работа, где ты получаешь положительные эмоции, где ты получаешь приятности неожиданные и ожиданные, наверное, это счастье. Мне работать в этом коллективе очень комфортно. Работать с теми людьми, которые тебя ценят, и в том коллективе, где настоящие мужчины, мне кажется, это приятно любой женщине. В Одесской юракадемии с удовольствием и особым теплом относятся к праздникам. Их всегда отмечают вместе и очень масштабно. И, как всегда, они дарят только хорошее настроение и положительные эмоции. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал Репортер.